Издательство Бомбора. Океан книг. Юлия Котенко. Дегустатор безумия. Путь наркомана от удовольствия до необратимых последствий. Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Читает Алина Гольденберг. Вся информация, приведённая в книге, исторически достоверна, однако все имена действующих лиц изменены, чтобы защитить их конфиденциальность. Все совпадения случайны. Предисловие Алексея Решетуна. Наркотики. Когда обычный человек слышит это слово, у него в голове рождается ряд ассоциаций. У каждого этот ряд свой. У кого-то он навеян сюжетами из фильмов, у кого-то — рассказами друзей. Кто-то знает о наркотиках по различным субкультурным движениям или музыкальным принципам бытия — секс, наркотики, рок-н-ролл. А кто-то рос внутри этого, среди людей, в своё время открывавших для себя наркотик как способ уйти от реальности, расслабления, получения новых впечатлений и довольно скоро закрывших для себя из-за них весь мир, свою жизнь. Примеров этому сотни тысяч. Не понаслышке зная проблему наркомании, я прекрасно представляю себе, насколько велико разрушительное воздействие наркотика на человека. Организм — это бесценное творение природы, универсальная машина, способная справляться с самыми сложными травмами и заболеваниями. Наш мозг, представляющий собой образец чудо-творения, имеющий бесконечный потенциал, всё это разрушается, превращается в набор неполноценных клеток и тканей под влиянием химических веществ, которые человек сам вводит в себя, фактически уподобляясь самоубийце. Нередко, начиная с употребления травы, лицемерно именуемой лёгким наркотиком и уже легализованной во многих странах так называемого «цивилизованного мира», очень быстро человек пробует что-то новое и моментально становится зависимым, превращаясь в тело, неспособное мыслить критически, испытывать эмоции, сострадание, жалость. Им движет только одно — необходимость достать очередную дозу. Он может не есть и не пить, ему наплевать на собственное здоровье и состояние, а также на здоровье и состояние своих близких. У него нет принципов, его не интересует ничего на свете, кроме одного. Любым способом найти то вещество, которое подарит ему ещё день жизни, вернее, того состояния, которое он называет жизнью. Если наркоману для того, чтобы достать наркотик, нужно будет убить свою мать, он сделает это, не раздумывая ни секунды. Подобных диких случаев я знаю сотни. Сам неоднократно принимал участие в подобного рода экспертизах. Каждый наркоман вовлекает в своё занятие не менее десяти новых людей. Можете представить себе, насколько быстро распространяется эта беда в нашем обществе. И не надо думать, что если вдоль улиц не валяются кучи наркоманов, то и проблемы нет. Это большая ошибка. Наркоманов очень много. Они среди нас. Борьба с наркоманией ведётся вяло, на голом энтузиазме отдельных неравнодушных лиц, при минимальном участии государства. В современном мире сложилась парадоксальная ситуация. При наличии свободного доступа практически к любой информации найти те знания, которые соответствуют действительности, порой очень нелегко. Книга Юлии Котенко на конкретных примерах показывает читателю весь ужас наркомании. Без прикрас и преувеличений демонстрируется жизненный путь людей, которые до сих пор могли бы жить, воспитывать детей и внуков, приносить пользу семье и стране, однако стали звеном в этой цепи наркобизнеса, умерев в самом расцвете лет. Книга будет интересна и полезна всем, независимо от возраста, рода занятий, пола и образования. Правда, иногда бывает горькой, но смотреть на угрозу своему существованию нужно с широко открытыми глазами. Алексей Решетун, судебно-медицинский эксперт, автор популярных книг и блога «Моссудмед». От автора. То, что я напишу книгу, я знала давно. Но я до последнего не понимала, о чём она будет. У меня достаточно интересный и разносторонний жизненный опыт, но хотелось передать миру действительно полезные и уникальные знания. Поистине мной двигало желание спасти мир. Как выяснилось позже, одного желания мало. Нужны мотивация и дисциплина, мужество и ответственность, чтобы отыскать в пыльном углу дневники 20-летней давности, где уже едва различимы мои каракули, и показать вам тёмные стороны людей, в том числе и мою собственную. За мотивацию я благодарю своего любимого мужа Илью Котенко. Он провёл очень много времени, печатая тексты под диктовку, слушая отрывки из глав, вспоминая истории из своей жизни и жизни друзей. По сути, мой супруг является не только моим вдохновителем, но и соавтором. Я благодарю своего коллегу по цеху Алексея Решетуна за то, что поверил в меня и передал план этой книге редактору, что делился обратной связью во время творческого процесса и за то, что он просто есть. Ещё в 2018 году, когда я увидела его книгу на полке книжного магазина, он вселил в меня уверенность, что я тоже могу стать автором. Я благодарю всех своих старых и новых друзей и приятелей, кто поддерживал меня, оставлял обратную связь, слушал фрагменты и участвовал в создании этой книги. «В конце всё будет хорошо, мама, вот увидишь». Фильм «Реквием по мечте». Михаил Деревцов, Андрей Улерих, Максим Щёкин, Женька Ваулин, Лёха Хвалов, Толик, Саня Ваулин. Этих людей уже нет в живых. А если бы были? А если бы никогда не приняли первую дозу? Что было бы тогда? Я и мой муж — одни из немногих выживших на этой войне в стране доз. У нас было много друзей, и все они были светлыми людьми, с пытливыми умами, пока в жизни каждого из нас не появилась своя доза. У кого-то был первый баян, у кого-то была первая дорога, у кого-то первое колесо, у кого-то первый билет. Нас объединяла молодость, бунтарский дух, интерес, поиски новых ощущений и духовного опыта. Но, вступив на этот путь, мы осознали, что наша жизнь разделилась на до и после. А кому-то и вовсе пришлось с ней проститься. Мы искали и находили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова